Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Центр подводных исследований русского географического общества попытается найти шхуну Ермак, попавшую в ледовый плен во время исследования пролива Югорский шар. Лейтенант Павел Крузенштерн, внук знаменитого русского мореплавателя, адмирала Ивана Крузенштерна, в 1860 году предпринял одну из первых успешных кардских экспедиций на шхуне Ермак. В 1862 году Крузенштерн ходатайствовал в морском министерстве о еще одной экспедиции в Карское море, чтобы проложить северный морской путь для товара обмена между Сибирью и Европой. На этот раз шхуна попала в ледовый плен, команда приняла решение покинуть ее 9 сентября 1862 года. Это такое очень серьезное для меня место. Я здесь рядом живу, я здесь часто езжу. Алексей Вячеславович Крузенштерн, дальний кровный родственник Ивана Федоровича Крузенштерна, член Русского географического общества, член Всемирного клуба петербуржцев. В общем, это кругосветная столица России, Российской империи. Все корабли выходили из Кронштадта и все сюда и возвращались. Он родился с именем Адам Йоганн фон Крузенштерн, он родился в старой балтийской дворянской семье. Но люди, переходившие на службу в Российской империи, русифицировали свои имена. Иван Федорович Крузенштерн или Адам Йоганн фон Крузенштерн, русский мореплаватель, возглавлявший в 1803-1806 годах первое русское кругосветное плавание. Адмирал, состоящий при особе его императорского величества. Эта книга называется «В семье голубой книгой». Здесь максимально точно собрана вся информация о истории семьи, начиная с конца 16 века. У Адама Йогана было четыре сына. Вот Пауль Теодор. Его в семье называли Крузенштерн-Печора, Крузенштерн-Печорский. Такую, так сказать, приставку к фамилии ему дал Николай I за исследование большеземельного тундра Печорского края. Павел Иванович Крузенштерн или Пауль Теодор фон Крузенштерн, сын адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна, российский военный и географический исследователь, вице-адмирал российского императорского флота. Так вот, третий сын Павел Иванович, он был одержим идеей экономического освоения русского севера. У него были мечты объединения верховий обеи Печоры. И на вырученные от наследства деньги он построил шхуну Ермак. Шхуна Ермак – парусное 150-тонное судно, построенное Павлом Ивановичем Крузенштерном, специально для исследования северных морей в 1849 году. К 1853 году с помощью шхуны удалось осмотреть берега Белого и Баренцева морей, устья рек Мизений и Индиги, провести детальную съемку и промеры глубин рукавов и фарватера Печоры. Павел Павлович Крузенштерн, внук Ивана Федоровича, сын вице-адмирала Павла Ивановича, герой нашей ямальской истории, которую мы с удовольствием освещаем. Павел Павлович Крузенштерн или Отто Пауль фон Крузенштерн. Сын Павла Ивановича Крузенштерна, внук Ивана Федоровича Крузенштерна. Морской офицер, инженер-гидрограф, исследователь Арктики. Предпринял одну из первых успешных карских экспедиций на шхуне Ермак в 1860 году. В 1934 году родился вот младший Павлович. Видимо, очень энергичный. Все эти пересекания Балтийского моря в Кельцинке на грибной лодке. Ну, это сумасшедшее такое. Это, знаете, похоже на молодого Нансена или Амансена. Вот такой мальчик, такой активный, назначаемый в свои годы командиром строящейся подводной лодки, спасающий эту подводную лодку при затоплении. Это был действительно уникальный человек. Геннадий Степанович Зайцев. Кандидат исторических наук. Основатель Ямальского районного музея в селе Ярсале. Исследователь экспедиции Павла Павловича Крузенштерна в Карское море в 1862 году. Исторический рассказ о трех поколениях мореходов Крузенштернов. Вот выпущена книга Сергея Пудова. Он, кстати, начинает, что обнародованы потомка Сеча документы, которые находятся в Ямальском районном музее. Из книги Сергея Пудова «Внук адмирала в ледовом плену». Аборигены Ямальской тундры в течение полутора веков передавали из уст в уста легенду о спасении оленеводом Сечем Саратетта команды моряков с корабля, погибшего во льдах Байдорадской губы Карского моря. Сенсацией стало обнародование потомками Сеча документов, подтверждающих достоверность тех давних событий. Высказывались различные версии гибели шхуны и появление шкатулки в чуме рядового оленевода-кочевника. Как его наследники смогли хранить тайну 150 лет, в то время как в России происходили одна за другой смены государственных формаций. В недоумении привели и появившиеся в чуме фотографии императора Александра II и его супруги Марии Александровны, датированные 1874 годом. В 2002 году, просматривая какие-то новостные телеканалы, я увидел информацию о том, что на Ямале, в поселке Ярсале, есть маленький музей, в котором есть документы, связанные с Павлом Павловичем Крузенштерном. Я набрал редакторскую службу Первого канала, мне дали этот материал, я через этот материал нашел человека, который все это придумал, устроил Геннадия Степановича Зайцева, первый директор Ярсалинского музея. Я сижу в музее, раздается звонок. Я беру трубку, это вот Крузенштерн. Я-то додумал, что вообще после революции Крузенштерн на всех... Ну как бы вы с нами знаете. В этих документах что оказалось? Во-первых, личный документ Павла Павловича Крузенштерна. Это документ, подтверждающий, что Александр II присвоил ему чин лейтенанта флота его императорского величества. Это было в 1861 году. Значит, дальше там свидетельство о том, что Сейч Саратета за спасение команды Шхуны Ермак награждается серебряной медалью за усердие для ношения в петлице на ленте Ордена Святого Станислава и почетным кафтаном из кабинета его императорского величества. Как только подникла возможность приехать на Ямал и посмотреть, как это на самом деле, сравнить, мог бы я пережить в таких условиях зимовку. Вообще, рискнул бы я пойти на таком кораблике куда-то. Слушайте, ну, на удивление, мало снега. Другой мир совсем. Добро пожаловать в поселок Горнокнязьевск, древнее поселение рода Тайшина. По древней традиции, приезжая на древние земли, обязательно нужно пройти обряд, который называется очищение. Меня в этом моем сегодняшнем визите очень, как-то, очень интересует познакомиться с потомками семьи Сиротета, которая открыла ворота своего чума, прикрела, обогрела. Я понимаю, как там экономически все напряжено, как там нет ничего лишнего, а принять команду, дать возможность обогреться и накормить – это акт великодушия. А как часто переезжают? Переезды практически постоянные. Даже, например, одна стоянка может длиться от одного дня до месяца. Моя жама бы с ума сошла. Потому что надо, все-таки, по пастбищу все же надо менять. Долго, целый месяц чум в одном месте не может стоять. 140 лет, как мне говорил Геннадий Степанович, они сохранили в своих ритуальных напах документы, связанные с Павлом Павловичем, и обоих экспедиций, они переезжают каждый день. Я за свою жизнь несколько раз переехал, я утратил столько, что мне стыдно в этом признаться. А они, каждый день переезжая, в этих ледовых условиях, это 140 лет сохранили. 1 августа 1862 года шхуна Ермак покинула деревню Кую на Печоре, где она 7 лет находилась над стоем. На следующий день моряки увидели Северный Ледовитый океан. Их путь лежал на северо-восток, к проливу Югорский Шар и дальше в Карское море, в которое на протяжении последних 30 лет не проникало ни одно судно. Это была осень, то есть они вышли в экспедицию довольно поздно, 1 августа. Андрей Васильевич Лукошков, научный консультант Центра подводных исследований Русского географического общества. В 2022 году Центр объявил о намерениях найти шхуну Ермак на территории Северного морского пути. А к 9-му... Непонятно почему. Непонятно почему, и это, возможно, была главная ошибка, которая экспедиция пришла. Слишком поздно, да. 14 августа в 3 часа дня экспедиция достигла Югорского шара. В проливе, в особенности под берегом, густой массой держался лед. В 7 часов открылось Карское море. Насколько мог видеть глаз, оно было заполнено ледяными полями, среди которых возвышались подобные горам Тороса. Вот существует известный отчет Павла Крузенштерна, лейтенанта Крузенштерна, об этом плавании, крайне неудачном. Из отчета Павла Павловича Крузенштерна, опубликованного в морском сборнике в феврале 1863 года. Вода стала прибывать, и сделалось весьма сильное течение из океана в Карское море. Оно доходило до 4 узлов. Лед начал валить огромными массами через Югорский шар в Карское море. От первого же напора этого льда шхуну стало дрейфовать и отнесло на четверть мили, пока, наконец, мы не успели отделаться от льдины. Минут через 10 другая льдина подхватила и понесла шхуну. В ночь на 2 сентября шхуну приподняло на 150 сантиметров и повалило снова на левый борт. Раздался оглушающий треск. Вахтенный доложил, что вода в трюме прибыла на 2 фута. Капитан отдал команду спускаться на лед, но едва моряки собрались возле палатки, как подвижки льда прекратились. Наступила тишина. Очередной натиск стихии закончился. К глубокому огорчению утром следующего дня запасное убежище, старую льдину, разорвало на 2 части. Корабль был затерт во льдах и длительное время дрейфовал. Не каждый день, но лейтенант Крузенстерн, он снимал координаты судна с помощью, ну, когда была возможность наблюдения Солнца. Естественно, эти координаты, они не точные, но в целом направление дрейфа, оно прослеживается. Выслушав мнение всех и понимая вполне, что действительно единственное спасение наше стараться достигнуть берега, я решился оставить шхуну и направиться к восточному берегу, оставляя все имущество с тем, что если обстоятельства позволят, то на оленях приехать к шхуне и вывести на берег по возможности все инструменты и материалы, а также и провиант. 7 сентября начали готовиться к походу на восток, к берегам полуострова Ямал. В лодку, дно которой было специально обито медью, погрузили сухари, окорока, карты и журналы. Каждый моряк должен был взять с собой в котонке 35 фунтов сухарей, 2 фунта шоколаду, бутылку рома, чистое белье, ненецкие малицы и пимы и вооружиться багром. На одного человека приходилось 28 килограммов. Для встречи с медведем захватили 4 винтовки, 3 револьвера, 2 пистолета, двустволку, порох, пули, дробь, а также пики. Корабль, когда он дрейфовал во льдах, его постоянно льдом выдавливало наверх. И он в конце концов уже лезал просто на льду сверху на левом борту. Это означает, что корабль был построен по каким-то правилам поморским, а поморские суда, они строились таким образом, чтобы их нельзя было раздавить льдом, а чтобы их именно выдавливало и корпус сохранялся. 9 сентября их затерло настолько, что они должны были бросить корабль и по льду уйти на берег. Первым шел начальник экспедиции, держа курс на восток по компасу. Многочисленные тарусы и трещины пересекали путь. Многие выкупались в ледяной воде. Лодка и двое санок, на которых везли дрова и часть провизии, сломались. Пришлось их бросить. Командир распорядился, чтобы каждый взял с собой сухарей на 20 дней, а повар приготовил обед и выдал каждому по стакану рома. В этот день моряки в последний раз наелись досыта. Вспомнил еще один момент. Однажды к нам оленевод принес большой такой кинзал. Геннадий Степанович, перебью вас, у нас сюрприз на вас есть. О, привет! Привет, Степанович! Ты в Ярсале или в Салехарде? Нет, на Ярсале мы еще не добрались. Я рад тебя видеть, ты не изменился. Ну, я бы не сказал. У меня, кстати, выходит большая книга «Народная энциклопедия Ермак». Замечательно. И название нам подходящее. Да, она вот связана все. И там, кстати, в этой «Народной энциклопедии Ермак» как раз есть о Шхуне Ермак под командованием Павла Павловича Крузовщерна. Я понял тебя. Спасибо, что ты нашел время прилететь на Ямал и встретиться. Там, конечно, далекие, но... Томки Сеича, это то, что ты мечтал. Я помню твой проект к 300-летию флота, российского флота. Ну, вот он так по кусочкам получается. Все в руках Господа. Как Господь Бог решит, так и будет. Точно, Геннадий Степанович? Все, спасибо, дорогой. Пока. Ох, красота-то какая! Вот мы подходим к музею Ямал-Ненецкому. Тут целый очаг культуры. Снежок такой белый, как в моем родном Питере и не бывает. Вот, смотрите, как красиво. Как красиво! Можем заходить, да? Нас тут, наверное, ждут. Нас тут ждут. Ох, здравствуйте, дорогие люди! Здравствуйте! Проходите, пожалуйста. Мы всегда вас, мы рады, мы вас дали. Алексей. Зоя Прокупина. Алексей. Так, Ирина Танговна. Ирина Танговна. Чудесно. Мы хотели, чтобы вы увидели, как мы помним и храним память о той далекой истории. В общем-то, это очень важно, что у нас в гостях и потомки Круженштерна, и потомки Сейтия Саратета. Сундучок, который здесь в музее лежит, это хранился у нашего отца. Расскажите, пожалуйста. Да, давайте я расскажу вам. Давайте. Вот отец наш не разрешал его брать, там, посмотреть. А я секрет, я-то хотела узнать, что там лежит. Ирина Танговна Вануйта, девичья фамилия Саратета. Правнучка оленевода Сейча Саратета, спасшего экспедицию Павла Крузенштерна в 1862 году. Решила открыть его. Вот это. А там же документы еще были. Да, да, да. Они там лежат. Вот. И это посмотрела там, и они меня увидели, что я сундучок трогаю. И они меня заругали и взяли и спрятали его. Они мне, родители говорят, когда-нибудь вот этот сундучок понадобится. Вот у него еще, знаете, медаль у него был еще серебряный. отец моего отца спрятал, чтобы не взяли его куда-то под землю. А мы не знаем, куда он запрятал. К вечеру 11 сентября моряки совершенно выбились из сил. Кроме сухарей, есть было нечего. Но и сухари нужно было беречь. Неизвестно, сколько времени продлится поход. И придет ли кто-нибудь на помощь на берегу Ямала. Мы согревались с трудом. Мороз был сильный. И ветер к вечеру дошел до шторма. Я ежеминутно ждал, что нашу льдину разобьет на мелкие части. Нас единственно спасало самоедское платье. Не будь этого платья, замерзли бы все. Мы легли спать по два человека, ноги друг другу в малице, убирая головы также в малице. И таким образом спаслись. Смотрите, каком он в малице был. Да, вот у него такая малица. Кстати, она, скорее всего, отручена мехом собаки. Утром, 17 сентября, когда расцвело, каменья под нами чуть ли не были теплее наших тел, отмечал начальник экспедиции в своем рапорте. С наступлением дня были найдены дрова и развели огромный костер на одном из холмов полуострова Ямал. Они еще не знали, что перед ними не материк полуострова, а остров Литки, родовые угодья богатого оленевода Сейча Саратетта. Отец нам рассказывал, вот мне именно рассказывал, как я слышала, так я расскажу сейчас. Была осень, и вот люди пришли, столько людей. А он же неграмотный был в те времена, то люди неграмотные были. Одна жена чуть-чуть не могла, умела по-русски разговаривать. Может, не умела, но понимала, что они говорят. Они приняли их и начали жить там у них. Вот много было оленей. У него, наверное, голов тысяч пять, четыре, наверное, было в те времена. Ну, если было бы у него мало оленей, как бы я их кормил? В те времена люди хлебом не питались, только мясом. Архивы нам ответили, сколько человек было, потому что в предании говорилось, что с ночной стороны пришли 50 человек луце, значит, и мы им скормили 250 оленей. Когда мы сделали запрос, оттуда пришло, что 28 их человек было. Вот отчейся, вот осталось предки, от предков, вот этот старший у нас Пуйкинс, Артета Тангович, и этот Виктор Хатерович. Их же два брата было в семье. Вот внуки. Вот это у этого сиротета Хатеров, внук. Это внук сиротета? Да, дочери. Это уже паравнук сиротета Тангов. Хорошо, у вас тут богато с сиротетами. У вас сиротет больше, чем в Розумсернов. Мне просто интересно было в то время вот эти фотографии. Мне интересно было, что, зачем вот эти фотографии хранятся вот в этом сиротете. У Сейча Саратета была жена не ямальская ненка, а большеземельская, европейская, с европейской части. То есть вот Ненецкий автономный округ сейчас. Значит, она знала русский язык. Пазл сложился и с теми портретами. Оказалось, что Павел Иванович Крузерштерн, адмирал, совершил путешествие в 1874 году по Пермскому краю и прошел туда. В общем, я так понял, те места, откуда была, скорее всего, это моя догадка, вот эта жена Сейча Саратета. И вот, скорее всего, вот в этом путешествии Павел Иванович передал вот эти два портрета. Вели еще и мы постем отправили. Кафтан, да. Кафтан. Не сохранился. А почему он не сохранился? Он сохранился, наша мать из него сорочку зашила, а отец нас подарил кому-то. Как меня потом рассказали, этот кафтан уже во время советской власти они порезали боясь, ну, как бы, вы понимаете, да, они пошили там что-то, какие-то это. А остался галуны вот эти. И она привезла меня со священной нартой кусок галуна. Я вам покажу. Я его разрезал для чего? Одну часть я в музее оставил, в Ямальском районном музее, а вторую сюда привез для экспертизы. И мне сказали, да, Геннадий Павлович, это 19 век. Скорее всего, это с кафтана, его императорское вещество, который был награжден сей черотетом. А давайте на карте покажем. А, кстати, вот остров Литки. Вот остров Литки. Вот для этого жили. Да, видите, Борис, кстати, Борис Житков даже определил, какие семьи здесь жили. Вот они живут до декабря, ноября, ноябре они начинают кочевать на Хринскую сторону. А потом их увезли вот так по этому, по берегу у них, Салехард. А там Абдорс. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады вас приветствовать. Маши друзья, многострочного комплекса. Мы очень рады, что вы у нас в местах. Надеемся, что наша экспедиция вам понравилась. Традиционная ледохозяйственная вам говорили, да, это все-таки кочевья. Бесконечное передвижение по тунге, я бы так сказала, зимой с севера на юг, весной с юга на север. До полутора тысяч километров с коротками я вас должен перебить. Да, слушаю вас. У семьи есть цвета у семьи Кузнарнштейна. Красный, желтый и синий. Знаково, символически знаково. Но в 1932 году. Сегодня при современных технологиях, при атомном флоте, при ледокольном флоте все решается по-другому. Но 150-200 лет назад таких идей даже не было ни у кого. Это и сейчас северный морской путь у нормального человека вызывает фото. А тогда? Если этот корабль пролежал на льду и был даже разломан до того момента, как начал лед таять, то с проломанным бортом корабль, скорее всего, мог утонуть. Глубины там в тех местах не очень большие. Там 18, ну, 30 метров примерно в таких пределах. Грунт ил. Это очень важно. Так. И, скорее всего, если он улег на грунт, то его мог бы грунтом занести. И тогда он, в принципе, неплохо мог сохраниться. 1861 год. Отмена крепостного права. А Александр II делает огромные реформы. Россия становится на капиталистические рельсы, производство растет и так далее. И вот этот момент, пояс северного пути как раз вот в этой экономической сфере. Возможно, это была одна из первых таких вот, даже, я бы сказал, частных попыток исследования северного морского пути. Хотя, разумеется, до этого тоже были принимались различные усилия. Так. В основном, конечно, поморами. Тем интереснее было бы найти кораблик, который является, ну, как бы сказать, таким знаковым, наверное, для истории освоения севера русскими мореходами. И вот смотрите, какая большая статья про нашего героя и его дети. Киндер Наталья, к сожалению, родилась в 869 году, скончалась в 870. И Пауль Отто Рудольф родился в 871, скончался в 873 годах. К сожалению, эта блестательная веточка семьи Крузенштерн закончила свое существование. Капитан-лейтенант Павел Павел Павлович Крузенштерн скончался в 1871 году в возрасте 37 лет. Вице-адмирал Павел Иванович пережил сына на 10 лет. Его не стало в 1881 году. За 7 лет до кончины, будучи проездом в Архангельске, он передал семье Саратетта в знак благодарности за спасение сына шкатулку с благодарственным письмом, своим месячным жалованием и портретами царствующих особ. Оленевода Сейча Саратетта за его подвиг местные жители нарекли князем ямальской тундры. Он был наделен правом собирать натуральный налог ИСАК и разбирать споры соплеменников. Вот откуда эта всемирная узнаваемость? Всемирная узнаваемость от того, что на каждом этапе историческом каким-то образом есть люди, которые заинтересованы подсветить этого человека. Памятник чудес, он сформировал вокруг себя пространство. И любимое место назначения свиданий для барышень долгие годы это памятник Ивана Федоровича Крузенштерна. В 946 году каким-то божественным образом в столетие кончины Ивана Федоровича Крузенштерна в России получил название Барк Крузенштерн. На этом корабле плавал Александр Моисеевич Городницкий, который написал песню Копаруса Крузенштерна, которая для целой эпохи людей стала неким гимном. Ну и потом появились каникулы в Простоквашино, где Крузенштерн представлен добрым, хорошим героем. Здравствуйте! Угадайте, кто я? Адмирал Иван Федорович Крузенштерн. Человек и пароход! И, конечно, вот все это не позволяет ему выйти из какого-то такого доброго фольклорного оборота. Потому что много героев страны, ну, они как-то холодные. А он такой теплый. Притом он теплый и для эстонцев, и для немцев, и для шведов, и для россиян, и для ямальцев. И старость отступит наверно, невластна она надо мной. Когда паруса Крузенштерна шумят над моей головой. Когда паруса Крузенштерна племянника мой назвал своего сына Сечем. Здорово! Вообще, как бы не принято именами ушедших называть. Это очень редкий случай, чтобы память как-то оставалась. Субтитры создавал DimaTorzok